Профилактика распространения и потребления синтетических наркотиков, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ стала одной из главных тем заседания антинаркотической комиссии Щелковского района. Ведь именно работа в этом направлении позволяет спасти от неизбежной зависимости самые незащищенные слои общества. Таковыми, по мнению сотрудников ФСКН, являются именно подростки. Возраст лиц, употребляющих наркотические вещества, с каждым годом все меньше. Как показывает статистика, первая проба наркотика происходит в 15-16 лет. Также меняются наркотические средства, появляются новые визы, которые еще полностью не изучены, зависимость от которых наступает после одного-двух приемов. В целях профилактики употребления психотропных веществ ФСКН предлагает усилить контроль за местами массового досуга молодежи, продолжить проведение совместных оперативных мероприятий и организовать проведение бесед и круглых столов в образовательных учреждениях района. Такую работу власти и правоохранительные органы уже давно взяли за основу, и она дает свои плоды. В этом году количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками, в районе снизилось на 3%. Повысилась и раскрываемость таких дел. Сотрудниками МВД России еще на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия в образовательных учреждениях о недопущении употребления наркотических средств и психотропных веществ молодежи, а также последствия, которым может привести данное употребление наркотиков. Заместитель руководителя администрации Евгений Петеримов отметил, что правоохранительным органам необходимо обратить особое внимание на подростков из группы РИСКа. С каждым ребенком из неблагополучной семьи необходимо работать отдельно. По окончанию мероприятия участники заседания пришли к выводу, что воспитательную работу необходимо продолжить. Отвлечь молодежь от неблагоприятных занятий и заинтересовать юное поколение спортом и искусством – главная цель. В ближайшее время для решения этой задачи будут организованы дополнительные кружки, секции, театрализованные и анимационные программы.